Вечерний Воскресенье 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 Острова Ягры Города Северодвинска Началась Вечерняя Звучит мирная иптенья Вечерний Воскресенье 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали Симон Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон 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 Сейчас звучат особые стихиры на стиховне. Вот содержание одной из стихир. «Воссияла благодать Твоя, Господи, Воссияла просвещение душ наших, Вот время благоприятное, Вот время покаяния, Отвергнем дела тьмы И обличемся в доспехе света, Чтобы, переплыв поста великую пучину, Тридневного воскресения достигнуть, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Спасающего души наши». Песня «Воссияла благодать Твоя, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Спасающего души наши». Песня «Воссияла благодать Твою, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Спасающего души наши». Песня «Воссияла благодать Твою, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Не beautе это благодать Твою, Господи! Звучит из стихира, прославляющая Пресвятой Богородицу. Ангелов полки тебя, Богоматерь, славят, ибо Бога ты родила Всечистая, всегда пребывающего со Отцом и Духом, и ангельские воинства из небытия своего волею создавшего. Его моли спасти и просветить души православно воспевающих Тебя всенепорочные. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Возглавляющим прощения в Свято-Единском Кафедральном Соборе митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в окружении духовенства города Архангельска и Северодейска. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. когда люди приходят в храм. Субтитры подогнали Симон. 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 одному по пустыне расходились на все 40 дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно. Это происходило даже по трагическим случаям. Кто-то попадал в лапы диким зверям, а кто-то погибали в безжизненной пустыне без пищи, в всецелом уповании и покаянии пред Богом. Поэтому, расходясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. Просили так, как перед смертью. И, конечно, сами от души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней. Для того и существовал чин прощения в той древних, тех древних монашеских обителях, чтобы быть примиренными и прощенными со всеми, и благодаря этому с самим Богом. В течение времени эта традиция перешла в богослужение всей Православной Церкви. А на Руси, в канун Великого Поста, наши благочестивые предки испокон веков исполняли обряд высочайшего смирения. Старший и властный просил прощения у последнего и самого меньшего. И государи просили прощения у своих подданных. С этой целью они объезжали войска, просили прощения у солдат, посещали монастыри. И в монастырях просили прощения у братьев. Цари приезжали к архиереям и священникам, чтобы и у них попросить прощения. Чтобы душа, очищаясь от греха против друг друга, против ближних, стала на путь духовного обновления, духовного возрождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы видим, как прихожане Свято-Илинского кафедрального собора подходят к своему правящему архипастрою, митрополиту Даниилу, и с поклоном спрашивают у него прощения. Может быть удивительно, но в устах многих мы видим чистую улыбку. Безусловно, прощение дает душе особую радость. Узы греха словно растерзаны словом «прости» и «прощаю». Радость, мир, особое чувство братского во Христе общения и единства церковного освящает каждого человека в этот день, в этот момент. И с этим благодатным настроем легче вступить в поприще поста и задуматься, если наоборот кто-то отказывается просить друг у друга прощения. То какое темное состояние души испытывает этот бедный человек? Это состояние души мешает ему помолиться Богу чисто, искренне. А самое главное, угрожает всему духовному развитию человека, как мы с вами говорили. Ибо жизнь, духовная жизнь человека не бывает статична. Мы подобны человеку-труднику, который поднимается все время в гору с грузом на плечах, словно поднимая на высокую гору тележку. Невозможно, не оставив контроля над этой ношей, устоять на горе. Путь один, только вверх или от падения вниз. Прощение дает нам возможность приподняться над обыденностью, приподняться над собой, смириться перед друг другом, признать свою неправоту, раскаяться пред Богом, стать достойным освящения от самого Христа. А вот как писал о прощении святитель Игнатий Бринчанинов. Он говорил, все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, «Услышьте Слово Божие, услышьте Завет Божий, простите ближним согрешения их перед вами». «Ты постишься», — писал святитель Иоанн Златоуст, — «у милости в того, кого ты обидел. Никогда не завидуй брату, никому не питай мне месть». Преподобный Ефрем Сирин учил всех нас такими словами. «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой. Бог не примет тебя». Такие строгие слова не являются плодом человеческого воображения или размышления. Об этом сегодня мы слышали в воскресном Евангелии на Божественной Литургии. Кто-то из нас может спросить, а как делать, если я не могу попросить прощения у человека, лично не видя его, если мой знакомый или близкий находится на расстоянии от меня. Дорогие братья и сестры, все это можно сделать при одном нашем желании. У нас есть все средства связи. И даже если такие недоступны сейчас, в самый ближайший момент для нас, мы можем принести, сказать слова прощения чуть позже. Но сегодня, именно в этот момент, в день прощенного воскресения, нужно от всей души, внутри самого себя, попросить прощения у тех, против кого мы согрешили, у тех, у кого мы ожидаем этого слова «прощаю». Сила нашего внутреннего устроения, соединенная с молитвой, поможет нам обрести это утешение во Христе. Поможет нам стать близкими и ближними, едиными во Христе, братьями и сестрами. Продолжение следует... ПЕСНЯ 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 друг у друга прощение и простить являются очень важным, духовно значимым для каждого православного христианина. Плоды прощения очевидны. Это мир и радость. Это чистота сердца друг перед другом. Это возможность принести покаяние перед самим Богом. С завтрашнего дня начинается Великий пост. Он пройдет до самого праздника Пасхи, до 12 апреля. Во время Великого Поста всем православным верующим людям рекомендуется воздержание от пищи скоромной по мере возможностей каждого человека, по мере возраста или физического состояния. настоятельно рекомендуется ограничение в увеселениях, а самое главное, благословляется чаще посещать богослужения, исповедоваться, подготовиться и неоднократно причащаться святых христовых тайн, чтобы освящаться со Христом, чтобы духовно возрастать. Время телесного воздержания от пищи помогает каждому человеку очистить свой ум и волю. Пост учит нас свободе. Пост учит нас каждого человека, каждого верующего, к тому самоограничению, которое жизненно необходимо всякому человеку. Завтра начнется Великий Пост, и он продлится в течение семи недель. Каждый воскресный день Великого Поста также будет наполнен особым содержанием, и каждая седмица Великого Поста будет иметь определенное название. Седмица, то есть неделя, состоящая из семи дней. Следующее воскресенье, следующий воскресный день будет носить название недели торжества православия. Во всех храмах будут совершаться божественные литургии, в котором будут славить Господа и вспоминать торжество окончательного принятия догматов веры, и в частности догмата иконы почитания. В следующий воскресный день после недели торжества православия мы будем вспоминать святителя Григория Паламу, святителя, который говорил и наставлял всю церковь и нас, говорил и наставлял о необходимости духовного обновления очищения молитвы, чистота, который может сподобить человека в видению, ощущению нетварного божественного света, источником которого является сам Господь. Третий воскресный день Великого Поста будет посвящен воспоминанию распятия Господа Иисуса Христа на кресте. Сам чин богослужения недели крестопоклонной будет торжественно обозначать празднуемое, воспоминаемое событие. Крест будет вынесен на сядину храма, и все верующие, православные люди, все те, кто входит в храм, всегда смогут приложиться к кресту, получая подкрепление своих духовных, душевных и физических сил в внесении подвига святого поста. Следующий воскресный день будет посвящен преподобному Иоанну Лествичнику, составившего Лествицу, духовного восхождения, особый труд, который напоминает нам о возможности освящения и приближения к Господу. Неделя Марии Египетской также будет совершаться в течение Великого Поста, а завершатся постные дни великим праздником, входом Господнем в Иерусалим. Событие, которое описано у евангелистов, событие добровольного шествия Господа Иисуса Христа в Иерусалим на вольные страдания, на распятие и погребение. Этим праздником завершаются 40 дней поста. Но по церковному уставу следующая за праздником вербного воскресения неделя также выделяется постными днями. Неделя перед Пасхой называется Страстной Седмицей. В каждый день этой Седмицы мы особо вспоминаем Господа Иисуса Христа. Но самое сосредоточенное и молитвенно напряженное время этой недели, конечно, будет связано с ее завершением. Мы будем вспоминать, как один из учеников Христовых Иуда Искариотский предал Господа. В Великий Четверг мы будем вспоминать о Тайной Вечере, установлении Таинства Святого Пречащения. В Пятницу мы будем вспоминать страдания Христа. И весь богослужебный круг будет помогать нам духовно перенестись к тем событиям, свидетелями которого были ученики Христовы и Пресвятая Богородица. Собираясь в эти дни в храме, мы духовно становимся вместе, мы духовно свидетельствуем, духовно проживаем события Страстной Седмицы. Завершается Страстная Седмица в ночь на воскресный день, в ночь на Пасху. В нынешнем году, напомню, по Пасхали Светлое Христово Воскресенье будет отмечаться 12 апреля. Ну а пока всем нам нужно настроиться к совершению пути покаяния и молитвы. Уже с завтрашнего дня, с понедельника, во всех храмах Русской Православной Церкви, где только совершается богослужение, мы сможем стать участниками этих покаянных молитвословий. В Свято-Единском Кафедральном Соборе завтра пройдет богослужение, которое начнется в 7 часов утра, а затем вечером в 18 часов также все верующие приглашаются на особую покаянную молитву – чтение Великого Покаянного Канона Андрея Критского. Великий Покаянный Канон Андрея Критского будет читаться, напомню, во всех храмах, поэтому всем прихожанам следует особо отнестись к этому событию. В понедельник вторник, в среду и в четверг на первой неделе Великого Поста будет совершаться чтение Покаянного Канона преподобного Андрея Критского. По давней церковной традиции в течение первой недели Великого Поста все православные люди готовятся к исповеди, к причастию святых тайн. Это очень важное время, которое можно воспользоваться для того, чтобы подготовиться к покаянию, к таинству покаяния, прийти на исповедь в храмы, а затем в субботу или воскресенье принять святая святых тело и кровь Господа Иисуса Христа. Сейчас мы видим, как непрестанный поток верующих подходит к митрополиту Даниилу и присутствующему в храме духовенству для того, чтобы испросить прощения и получить благословение на подвиг поста. Даниилу СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогие братья и сестры, мы видим, как сейчас в Ильинском храме, в Ильинском кафедральном соборе продолжается чин прощения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Батюшка или Владыка отвечает, Господь простит, и я прощаю. Так совершается древний чин прощения. Прощаясь друг с другом, мы готовимся вступить в подвиг Великого Поста. Именно благодаря этому чину прощения в нашем церковном календаре, да и в календаре российском, этот день стал обозначаться как прощенное воскресенье. В Евангелии, которое читалось сегодня утром за Божественной Литургией, мы читали такие важные слова. Я позволю вам привести их. Господь говорил, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, говорит Господь, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми. Но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. В сегодняшний вечер, прощенного воскресенья, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители нашего телеканала, позвольте испросить прощения у всех вас и пожелать вам помощи Божией в несении подвига поста. Разрешите пожелать вам, чтобы эти 40 дней Святой Четыридесятницы принесли пользу нашей душе, чтобы Господь сподобил нас приподняться над сетью греха, которые часто окутывают и оплетают нас по рукам и ногам. Будем помнить о том, что Господь ждет, давно ждет нашего всецелого покаяния, возрождения и обращения к Нему, единому нашему Небесному Отцу. Храни всех вас, Господь! Благословение Божие да пребывает со всеми вами! На этом наша трансляция завершается.